Всем привет! Вы на канале Даша Моделс и сегодня я хочу вам рассказать про очень редкий танк. Точнее это самый, наверное, неизвестный танк, который был изобретен в советское время. Это такой прообраз Арматы в конце 80-х годов. А это модель от фирмы Союз Модель и это довольно редкий набор, сделанный из полимерной смолы. Так что давайте посмотрим, что внутри коробки и приступим к сборке танка. Поехали! И давайте посмотрим на коробку. У меня сегодня будет обзор довольно интересной модели от фирмы Союз Модель в 72-м масштабе. Это объект 490. И интересно, что именно так могла бы выглядеть Армата. Если бы Советский Союз не развалился и был создан танк предельных параметров, и выглядел он бы примерно вот так. Смотрим, что внутри. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине Модельная лавка. Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И как вы видите, в наборе всего 4 детали. Это детали, которые выполнены при помощи 3D принтера. Здесь видите корпус уже с готовой ходовой частью. Это орудие. И также бортовые экраны, которые тоже сделаны при помощи фотополимерной печати. У меня немножко развалилось, но сейчас я все поправлю и соберу. И начну, наверное, с орудия. Тут надо просто сопоставить штырьки с отверстиями и провернуть. Как это сделано вообще на всех танках. Так, орудие готово. И установим экраны. Перехожу к установке экранов. И тут, видите, есть небольшие отверстия, а здесь штырьки. Их надо сопоставить. Но сначала при помощи суперклея, не помню, с какого-то супермаркета, я смажу место соприкосновения деталей. Главное не приклеиться с ним. Ну а больше моих фото и видео вне модеризма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. Так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. После сборки я тщательно промыла модель в мыльной воде. Также модель я промыла в проточной воде. Так как в элементах ходовой части застряли кусочки поддержек артефактов 3D-печати. Далее я загрунтовала модель из аэрозольного грунта. А нижней части модели окрасила в черный цвет, чтобы избежать непрокрасов. Настало время окрасить модель в основной цвет. Это будет защитный зеленый. В интернете я видела рисунки этого танка в камуфляже. Но мне кажется, что опытный образец должен быть без него. И кстати, интересно будет сравнить эту модель с черным орлом. А верхние элементы корпуса я окрасила чуть более светлой базовой краской. Вторая мировая война наглядно показала, что в сфере танкостроения почти никто не мог сравниться с СССР. Включая сумрачный гений Третьего Рейха. И этот статус нужно было поддерживать. А кроме того, в заданный час Х советская армия должна была быть готова выполнить бросок к Ла-Маншу. СССР явил на свет таких монстров, как Объект 279. И я напомню, что он имел массу в 60 тонн. Это очень много по меркам 50-х годов. И что самое интересное, у него было 4 гусеницы для лучшей проходимости. Однако мы знаем, развитие советской школы танкостроения во многом предопределили относительно простые, не очень дорогие и достаточно мощные для своего времени основные боевые танки. Главным образом это Т-72 и Т-64. И, к сожалению, уже в 80-е годы их конструкции во многом уперлись в тупик из-за сложности повышения защиты экипажа в условиях крайне плотной компоновки. А далее я займусь окраской прочих деталей танка, резиновых пандажей катков, смотровых приборов и фар. Так появились уже теперь знаменитые объекты 477 Молот и Т-95, он же объект 195, и многие другие наработки. Задача ставилась простая – сделать максимально живучую боевую машину, которая даст экипажу возможность пережить попадание в жизненно опасное пространство основного боевого танка. И не забывали про оружие. Теперь в качестве главного калибра рассматривали грозную перспективную – 152-мм пушку вместо привычных 125-мм орудий. И такое решение позволило резко повысить огневую мощь, но делало машинам потенциально тяжелее, а также сложнее в обслуживании. И время смывки. Тут я ее применяю довольно обильно. Главное, что помимо выделения настоящего рельефа не выделились остатки следов 3D-печати. Уже потом в России появился знаменитый экспериментальный «Черный орел», который по сути стал очень глубокой модернизацией танка Т-80, с принципиально новыми возможностями защиты экипажа и очень хорошей удельной мощностью, превосходящей даже показатели лучших западных основных боевых танков. А про «Армату» я думаю, что и зрители и так прекрасно знают. Объект 490 прозвали последним советским проектом перспективного танка. Но интересен он не только временем появления. Машину, к слову, разработали в конце 80-х и начале 90-х. А необычная сама концепция, которую, насколько можно судить, ранее никто не воплотил на практике. Топливный отсек, отсек системы двигателя, силовой установки, а также отсек основного вооружения расположили в передней части танка. Дальше располагался отсек автоматозаряжания, а экипаж разместили в задней части танка. Танкистов, кстати, было всего двое. Это механик-водитель и командир. А экипаж остался бы в живых даже при тотальном расстреле машины с передней полусферы. Танк получил 4 гусеницы, и он мог двигаться при повреждении двух гусеничных движителей с противоположных сторон. В кормовой части отсека имелось два люка экипажа. Люк механика-водителя снабжен иллюминатором для вождения. Машина получила два двигателя, выдававших суммарно весьма нескромные 2000 л.с. Это существенно больше, чем у танка Т-14. И я напомню, что по имеющимся данным он имеет двигатель переменной мощности от 1200 до 1800 л.с. Перспективная машина в теории могла продолжить движение даже в случае выведения из строя одного из двигателей. А масляными красками я сделала окраску чуть более интересной. Особенно я уделю внимание выделению разными оттенками квадратиков динамической защиты. И, пожалуй, главным отличием боевой машины от почти что всех танков того времени была просто фантастическая огневая мощь. Основной боевой танк получил сразу две башни. В передней располагалась 152-мм пушка, а в задней 37-мм гранатомет. В плане защищенности танк превосходил все существующие и даже перспективные аналоги. Повышали живучесть комплекс активной защиты штат-арт, а также мортиры системы туча. Из потенциальных недостатков можно выделить очень ограниченные возможности ВПК СССР по производству современных тепловизоров. А в плане ведения ночного боя сравнить с лучшими танками НАТО было бы по умолчанию тяжело. Но это касалось и всех остальных советских танков. Из более конкретных недостатков стоит выделить очень ограниченные углы склонения пушки на борт и корму, что практически невозможно было исправить, не переделав боевую машину полностью. А на практике это означало, что поразить цель, которая находится за танком, было очень тяжело. 152-мм орудие применить было затруднительно. Огневой мощи, установленного на второй башне гранатомета, было явно мало. А на судьбу как объекта 490, так и других его перспективных собратьев повлиял распад СССР. И можно почти не сомневаться, не произойдя этого, армия 90-х 2000-х получила бы новый танк, созданный на основе одной из перспективных разработок 80-х годов. И сухой кистью я выделю рельеф танка. И тут надо сделать так, чтобы верхние элементы танка казались более светлыми, чем нижние. Субтитры создавал DimaTorzok И вот такая бронемашина у меня получилась. Здесь была довольно быстрая сборка и также быстрая окраска. Основную роль тут, наверное, сыграла работа тенями, чтобы выделить огромное количество разных граней, которые тут есть на этом танке. А вот так эта модель будет выглядеть со своим сородичем, танком Т-90А. Так что, надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok